КОНСТАНТИН ХАБЕНСКИЙ У нас план не расставаться. Это честное сотрудничество на века. Я думаю, что это было. Рустам Фаткулин рассказал нам, как пришел в профессию. Случилось это в Народном театре Вдоколенина. Как обучался режиссуре в Институте культуры, преподавал в театральном училище, окончил аспирантуру Щукинского училища, высшие режиссерские курсы в ГИТИСе, воспитал не одно поколение актеров. Сделано очень много. Очень много. Много разнообразного, много интересного, много неожиданных каких-то моментов, много рискованного. Я люблю рисковать. То есть риск в моей практике является основным приоритетом. Это и провокации. Потому что провокационный способ существования мне всегда интересен. А театр во многом строится на провокации. Юбиляры приехали поздравить режиссеры и актеры казанских и республиканских театров, работники консерватории и музыкального колледжа. И, конечно же, выпускники признавались любви тому, кто научил их творить, играть, стал первым учителем, открывшим мир искусства. Рустам Иланович – это вот как первая любовь. Первый педагог, первая любовь. Он никогда не забудется. Это потрясающее феерие всего, то, что он преподавал нам. Потому что это было так необычно. Этого никто никогда мне не рассказывал. То, что вот он сделал. Рустам Иланович рассказал нам, что супруга и дочь – самые близкие люди, которые поддерживают и вдохновляют все его проекты. Супруга Зульфа – первый критик, а дочь – талантливая актриса и режиссер. Конечно, это очень здорово, когда идет тандем со своим, тем более, со своим не только папой, но и наставником, и в творчестве, и в том, что я пошла по его стопам. И тем более мы служим одному делу. И не только одному делу, мы служим в одном учебном заведении, в одном театре. Поэтому это очень много для меня значит, что у меня есть всегда причо, на который я могу облокотиться, что-то посоветовать, что-то спросить. И еще он такой друг. Он волшебный. Он молодец. Дай Богу всего хорошего. Что вы можете в нем делать? Великодушие и доброту. От этого все исходит. Если у мужчин великодушие, человеческая доброта, значит творчество будет светлым. И это всегда будет поддержкой по жизни. Я всегда связан с молодостью. Студенты, молодые люди, дети, потому что я и с детьми довольно часто работаю. Все они являются каким-то таким... У нас происходит какой-то обмен, понимаете. И вот этот обмен дает возможность удержаться на плаву. Видимо, за счет этого и происходит у нас такое окрыление, так сказать, своих чувств, каких-то своих творческих приоритетов. И мы всегда в этом настроении, мы чувствуем себя счастливыми. Пожелаем Рустаму Мулануровичу творческих успехов, вдохновения и воплощения всех его замыслов.